Задержка или отмена рейса одно из неприятных событий в жизни человека, которое нарушает все планы. Но при этом многие пассажиры даже не догадываются, что имеют право на компенсацию, если задержка связана по причинам авиакомпании. О размерах компенсации и о правах пассажиров сегодня мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии юрист Александр Ренусов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вот расскажите нам, какие права имеют пассажиры при задержке рейса? Ну, основное надо сказать о том, что вообще права пассажира у нас регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, правилами перевозок, Воздушным кодексом, Законом о защите прав потребителей. Ну, если это касается международных рейсов, то это Монреальской конвенцией. Но основные права это о том, что после двух часов задержки авиакомпании обязаны предоставить сухой паек, то есть воду и, допустим, печенье, через 4 часа задержки авиакомпания должна уже обеспечить, получается, горячим питанием. Если задержка превысила 8 часов, то тогда авиакомпания должна обеспечить гостиницу и трансфер до этой гостиницы. И 6 часов, если это в ночное время. Ну, вот есть такие два понятия, как задержка по вине авиакомпании и по обстоятельствам, независимым от перевозчика. Каковы здесь последствия? Здесь одно и то же, получается, возникает права у пассажиров, либо же все-таки нет? Нет, тут ответственность компании, естественно, наступает только тогда, когда, получается, есть вина компании. То есть, получается, они не вовремя подали самолет, они продали больше билетов, чем они рассчитывали, то есть овербукинг произошел. Либо они еще по каким-то причинам не смогли подать самолет вовремя. То есть здесь они несут ответственность. Если же это, допустим, погодные условия, и тут нет вины компании, если они обнаружили поломку в самолете, который угрожает жизни и здоровью людей, то здесь также компания не несет ответственность за, получается, опоздание на рейс. Но при этом авиакомпания должна предоставить вот те пункты, которые вы сказали, и горячая питания? Да, конечно, обязательно, да. Здесь, по большому счету, отличие только идет в наличии компенсации, да? То есть вправе получить компенсацию? Да, тут, получается, если вина компании, то обязательно авиапассажир должен, кстати, сделать пометку на билете о том, что здесь задержка идет по видению компании. И в случае, потом в течение двух лет или в течение трех месяцев он может подать претензию в компанию для возмещения, получается, неустойки. Неустойка у нас предусмотрена законом, то есть это 25% от стоимости билета, но не больше 50% в зависимости от мрот, и 3% от стоимости билета за каждый час задержки рейса. А вот вы сказали, отметку должен сделать в билете, а кто ее будет подпись свою стоять, печать? Это обязанность авиакомпании, то есть если вы видите, что задержка, подходите к представителю авиакомпании на их неустойку, и обязательно проставляйте штамп, потому что без этого штампа вам потом будет очень сложно доказать о том, что авиакомпания не подавала вовремя, ну то есть задержала рейс, или, получается, они не вылетели. Кроме того, иногда бывает так, что в общих базах не содержится информация о задержке рейса и их причинах задержки. То есть вам потом будет просто сложно доказать, поэтому нужно собирать доказательства заранее. Ну а куда жаловаться, как отстоять свои права? Ну куда жаловаться, то есть после, получается, как оказана услуга, получается, по перевозке, вы можете обратиться через сайт авиакомпании к ней, написав соответствующую претензию. Если, получается, на претензию они не обратились, вы можете обратиться в одну из юридических компаний, то есть юридисты вам помогут составить грамотную претензию, где распишут все ваши права и ваши обязанности и пропишут те основания, которые грамотно пропишут ответственность полностью компании, которые, если будет грамотно составлена претензия, то и авиакомпания будет легче удовлетворить вашу претензию. Ну, если очень коротко, отдельный вопрос, это не попадание на стыковочный рейс. Опять же, две причины – вина авиакомпании и не вина, как говорится, авиакомпании. Каковы здесь последствия? Коротко, если. Здесь надо смотреть, если у вас стыковочный рейс одной авиакомпании, и вы не успеваете, получается, компания об этом узнает, она может вас пересадить на другой рейс или предоставить вам другие стыковочные рейсы. Если же вы, получается, летите одной компанией, а потом другой компанией, то, получается, авиакомпания отвечает только за тот рейс, за который вам, получается, она оказывает услугу. То есть вы потом можете воспользоваться компенсацией, но уже не попадете на тот билет Александр, большое спасибо вам за участие Я думаю, что наши телезрители при выборе билетов будут, конечно, придерживаться этих правил